В радиотелевидении «Комсомольская правда» мы продолжаем свою работу в прямом эфире, приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящего дня, 16 июля, вторник на календаре, чем запомнился этот день. И вам обращаюсь я к нашим телезрителям и радиослушателям и журналистам «Комсомольской правды», и нашим коллегам вот об этом пойдет речь. И в течение всего часа с нами в студии наш сегодняшний гость и эксперт, депутат Государственной Думы Максим Андреевич Шингаркин. Добрый вечер. Здравствуйте. Я сразу напомню телефон прямого эфира, потому что каждая из тем может в том числе комментироваться и вами, обращаясь я к нашей аудитории. Так что звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну а также в течение этого часа с вами буду я, Елена Афанина. И, наверное, Максим Андреевич, давайте начнем нашу сегодняшнюю программу. Вот с чего. Какое из сегодняшних событий, событий вторника, вам показалось наиболее важным и значимым? Может быть, оно есть в подготовленном нами списке, а может быть и нет. Ну, я сегодня тоже трудился. В качестве кандидата на пост губернатора Московской области я сегодня сдавал в Московскую областную избирательную комиссию подписи в поддержку, которые, согласно законодательству, каждый кандидат губернатора должен собрать у муниципальных депутатов. Мы сдали 368 положенных по закону подписей. И это итог большой работы, которую мы провели за последние три недели. Это сложная задача, она вменена законодательством. И можно подытожить, сказать о том, что муниципальные депутаты поддерживают выдвижение самых разных кандидатов. Выборы представляются интересными. Будет много участников, будет гонка. И я надеюсь, что жители Подмосковья примут самое активное участие в избирательной кампании, особенно в день голосования. Да, но главное, чтобы, конечно, эта избирательная гонка привела к оптимальному для жителей варианту, когда улучшится жизнь в Подмосковье. Мы понимаем, что, увы, к сожалению, далека от идеала, в том числе и транспортная проблема, и многие-многие другие, с которыми придется сталкиваться и новому руководителю Подмосковья, ну и, конечно, временно исполняющему обязанности руководителя Подмосковья, который сейчас также находится на своем посту. Тоже, наверное, не очень просто, потому что наследие, в кавычках, увы, печальное накапливалось годами, десятилетиями, и сейчас все эти проблемы нужно решать. Но к одной из таких проблем мы обязательно вернемся в рамках нашей сегодняшней программы и поговорим в том числе и о трагедии, которая произошла в Новой Москве, ну а недавно, как мы понимаем, это было еще в Подмосковье. Но об этом чуть позже. А пока давайте поговорим о проблемах Дальнего Востока. Потому что именно сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал работу чиновников по выполнению декабрьских поручений, которые как раз и касаются развития Дальнего Востока, сказал, что на 80% поручения не выполнены. То есть, ну, в общем, цифра такая внушительная. То есть, получается, что, по словам президента, решения принимали вместе, а выполнять... Так вот, как вам кажется, сложные условия, недостаточно финансирования или, может быть, чиновничий аппарат не сработал должным образом? Ну, мы понимаем, что когда возникают поручения президенту, правительству, зачастую это не необходимость срочно завтра израсходовать какие-либо деньги. Зачастую это требование создать, изменить регламенты, которые касаются проживания человека на территории, организации его жизни, в том числе и работы, создание условий для развития и конкурентного развития бизнеса отдельно взятого человека и бизнеса страны на этих территориях. Взаимодействие с соседями, развитие целых отраслей. Если мы говорим о Дальнем Востоке, мы должны понимать, у нас сейчас летний сезон. Летний сезон для Дальнего Востока – это время, когда зарабатываются деньги в море, когда зарабатываются деньги в тайге. Это ситуация, когда можно эффективно трудиться, потому что наступят зимние периоды, наступят холода, и не так эффективен будет труд. Создать новые рабочие места на Дальнем Востоке, наполнить эти рабочие места коллекционной рабочей силой – это задача правительства. Не только одного федерального правительства, но и региональных руководителей. Но ведь страна у нас, хоть и федерация, она управляется по единой системе. В том числе поручения президента описывают, кто, где, кому должен был исполнить те конкретные шаги. Если мы говорим о рыбной отрасли. Не секрет. Вот в Государственную Думу обращаются рыбаки, которые очень-очень заинтересованы в национальном вылове рыбы. Обращаются люди, которые заинтересованы в наших водах развивать аквакультуру. Сейчас этим занимаются, как правило, частные корпорации? На сегодняшний день государственные корпорации, у нас все перечислены, они действуют по своим законам, и они решают общегосударственные задачи. Естественно, это все частный бизнес. Но государство должно давать возможность рыбакам развивать национальный приоритет. Если мы с вами посмотрим просто статистику, сколько рыбы съедали мы в Советском Союзе, в пересчете на каждого жителя Советского Союза, в том числе проживающего в Средней Азии, тогдашней тоже части единой страны, мы увидим, что колоссальное количество рыбы шло с вылова на наши столы или в целом в экономику страны. Сегодня упало на порядок вылов рыбы. И мы говорим о том, что президент требует, чтобы каждый новый киль приносил рыбу, требует увеличения судов, которые могут работать. Но это делается же не в директивном порядке, как при Советском Союзе на стапеля заложили, а созданием условий. Так вот, просто написать правильный регламент, создать условия для бизнеса, для того, чтобы наши суда поменяли порта приписки, это вполне пассивная задача для федеральных и региональных чиновников. Но Дальний Восток это не только рыбный бизнес, мы понимаем. Полпредпрезидент Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев сказал, что средняя доходность на предприятиях Дальнего Востока 12%, при этом стоимость денег в банках 15%. То есть мы понимаем, какой идет перекос. И также он сказал, что сложно конкурировать на рынке, так как стоимость электроэнергии выше, транспортные расходы дороже, зима дольше, температура ниже. То есть еще и объективные условия, которые в какой-то степени препятствуют скорому развитию Дальнего Востока, несмотря на то, что по меркам обывателя очень большие деньги планируются в развитие Дальнего Востока привносить. Это 100 миллиардов рублей в год в течение 5 лет. То есть колоссальные суммы. Но государство же не обделяет Дальний Восток. Когда мы говорим о том, что стоимость, и это совершенно правильные цифры, которые Палпред говорит, стоимость электричества высока. Почему? Да потому что у нас, в том числе на Дальнем Востоке, действует несправедливая цена на сдаваемое и перегружаемое электричество. У нас там с вами нету нефтеперерабатывающих заводов в должном количестве. У нас там и электрогенерация хромает, хотя все условия для того, чтобы там создать и экономический, и химический кластер, и энергетический кластер, они есть. Нужно просто выполнять программы. И самое главное, опять-таки, не ждать, что государство будет финансировать, создавать условия для российских корпораций. Об этом шла речь тоже, привлекать те, кому интересно заниматься развитием этого региона. Почему у нас есть газ? Строите заводы по сжиженному природному газу. У нас возникает ситуация, у нас есть избытки энергомощностей, энергозапасов углеводородов, но они не реализованы. Они существуют как бы только на бумаге, только в запасах, только в планах. Все, когда отчитываются, вроде они есть, а попробуй по факту, получи дополнительный киловатт. Я знаю людей, мой коллега по Государственной Думе, мы вместе сидим в зале заседаний, он кандидат в губернатор Хабаровского края. Это человек, который знает, как живут рабочие в Хабаровском крае. Вот эти цифры, он каждый день в качестве иллюстрации, когда мы обсуждаем в рамках всей страны, он говорит, но все для Дальнего Востока это намного дороже, каждое действие дороже. Мы должны изменить налоговую политику именно в федеральном масштабе, понимаете? То есть мы должны снять там груз, почему? Да там живет незначительное число людей. Сделайте каждый раз, когда там человек работает, там находится предприятие, и он там получает зарплату, уменьшите шкалу подоходного налога. Это тоже реализуемая задача. Мы со стороны нашей фракции вообще предлагаем от ЛДПР вообще сделать Дальний Восток безналоговой зоны, понимаете? То есть в тот момент, когда мы должны концентрировать там капиталы, мы должны создать для этих капиталов действительно тепличные условия. И объявите амнистию, которая будет продолжаться еще пять лет, для того, чтобы туда заходили капиталы, там эти капиталы инфраструктурировались и начинали работать на большую национальную экономику. Но есть же опыт стран, которые сейчас являются странами с высоко развитой экономикой, которые шли именно по этому пути, именно обнуление налогов, и это дает, конечно, сразу толчок к развитию экономики. С этим спорить сложно. Я просто объясню нашим телезрителям и радиослушателям, почему наш сегодняшний эксперт Максим Андреевич Шенгаркин, что называется, так глубоко погружен в тему. Дело в том, что он заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Так что, что называется, первая тема, которую мы обсудили, она напрямую ваша тема, и действительно понятно, что вы в этом очень хорошо разбираетесь. Ну а теперь вот ваше мнение как гражданина. Мне интересно, потому что сегодня стало известно, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который еще на прошлой неделе объявил желание все-таки просить в России временного убежища, днем официально обратился к властям с таким запросом. Но сразу сказали в ФМС, что да, получение документов от Сноудена было, и что будет рассматривана эта просьба в официальном порядке, то есть где-то в течение трех месяцев. Но, как вам кажется, Россия не заработает себе проблем на голову, если Сноуден даже временно будет проживать на территории страны. Кстати, сейчас, как человек, который уже подал документы на то, чтобы временно находиться на территории государства российского, он может наконец-то, сможет в скором времени покинуть транзитную зону и даже прогуляться по Москве. Об этом радостно сообщили журналисты. Ну, видимо, все желающие могут сторожить Сноудена где-нибудь в московских переулках. Может, на Арбат пойдет, может, на Красную площадь и пообщаться с ним. Вот как вам кажется? России это надо? Я кадровый офицер, и в силу своей службы в вооруженных силах одной из важнейших задач было – это защита информации о ядерном оружии. И в этой области я специалист. Хочу сказать, что все страны мира сегодня воюют прямо сегодня в информационной зоне. Мы сегодня ведем информационные противостояния. Глотните водички, я просто вижу, что да. Я пока напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я еще раз напомню нашим радиослушателям и телезрителям, что в течение этого часа телефон в вашем распоряжении. Так что, если будет желание вместе с нами обсуждать интересную для вас тему, пожалуйста, звоните смело. Будем выслушивать и ваше мнение тоже. Пожалуйста, да, Максимович. Информационные войны – это не кровавые войны. Это не та война, когда государства друг другу бросают именно геополитическую перчатку. Это соревнования систем. Но мы должны понимать, это войны государств. Государство обладает суверенитетом. И не вправе государство ввести войну информационную со своим народом. Это записано в Российской Конституции. Российская Конституция построена таким образом, что права человека и гражданина, они священы. До того самого момента неприкосновены, пока не возникает угроза самому государству. Понятно, да, естественно. Приблизительно такая же, да, законодательность системы и в Европе, и в Америке. Но когда вдруг достоянием общественной гласности становится, что Соединенные Штаты через государственный механизм умаляют и нивелируют права и свободы граждан других государств, не государств, находясь с ними в противостоянии, а именно граждан, это означает покушение не только на ограничение прав самих граждан Америки. Это означает неразборчивость в средствах для достижения целей. Это неразборчивость с учетом того, что мировая информационная структура нарастает, и в ближайшие годы мы увидим вот просто вот этой революции информационной, конкретное воплощение в изменении экономик и вообще геополитических подходов. В этих условиях пренебрегать необходимостью защиты прав граждан является ущербом той стране, которая проявляет такую агрессию. Она возвращается в виде вот Сноудена, в виде Ассанжа, она возвращает зло, творимое государственными корпорациями, специальными службами, возвращает, разрушая саму систему государственности. Ведь на сегодняшний день прокуроры Соединенных Штатов должны разбираться со своими спецслужбами в вопросах нарушения прав граждан. И не долг тот день, когда это станет предметом избирательной кампании следующего кандидата в президенты, и мы с вами увидим, как американская система начнет сама себя защищать, и это будут большие проблемы для Соединенных Штатов. В России, к огромному счастью для нас, не существует такого вопроса. Российское государство гораздо более щепетильно, вот я вам честно скажу, в вопросах защиты тайны, реальной тайны каждого гражданина, каждого человека. И мы, как депутаты Государственной Думы, вот я вам честно скажу, вот я постоянно слежу за тем, чтобы не допустить проникновения в информационную и компьютерную среду России механизмов и инструментов иностранного влияния. Но это можно отследить? Это отслеживается в том числе и законодательной базой. Мы должны иметь свои системы защиты, мы должны иметь свои регламенты, в том числе, допустим, те системы автоматизированного управления войсками, которые у нас есть, в отличие от, как говорится, интернетов американских, они разомкнуты. И враг не сможет войти в наши национальные системы военного управления посредством каналов общедоступных, пусть даже раскрывая, так сказать, какие-то врата друг за дружкой. Наша система абсолютно изолированная, и тем самым мы защищаем наше вооружение, нашу геополитическую позицию и в конце концов, так сказать, наше могущество, вооруженное могущество страны самым радикальным способом. Не интегрируясь между военной информационной машиной и всем остальным информационным миром. Но главное, конечно, чтобы рядовые сотрудники понимали, что пользование, в том числе и социальными сетями на рабочем месте, в общем, ни к чему хорошему не приводит. Это сейчас к вопросу о защите и о том, что разомкнута система, в том числе, если враг захочет отследить, что же у нас происходит в войсках и так далее. Ну, будем надеяться. Кстати, вот у депутатов было единое, может быть, было какое-то единое мнение относительно господина Сноудана, нужно ли ему предоставлять политическое убежище, пусть даже и временное, или ни к чему. Вот вы общались со своими коллегами, какая точка зрения у большинства? Но дело в том, что это, естественно, публично не обсуждалось в палате, потому что это не вопрос государственной думы, мы должны понимать. Это очень частный вопрос. В кулуарах обсуждалось наверняка. Поймите, прозиция очень простая. Российская Федерация, одно, кстати говоря, из немногих конституционных государств мира, в котором все граждане равны, то есть у нас нет конституционной монархии, у нас все граждане действительно равны. И это среди великих государств нечасто встречающаяся категория. И когда мы в силу своей приверженности демократическим ценностям, закрепленным в Конституции, предоставляем кому бы то ни было убежище, это говорит и свидетельствует именно о силе государства. Поэтому я со своей стороны всегда за то, чтобы Российская Федерация предоставляла право убежища каждому, кто обратится, но кто не совершил преступлений против человечества, не совершил преступлений тех, за которые разумно наказание и в Российской Федерации. Когда мы предоставляем именно политическое убежище, это свидетельство реально сильной позиции Российской Федерации на международной арене. Ну давайте выслушаем нашу телерадиоаудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, Михаил, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Значит, вот у меня вопрос к гостю, значит. Во-первых, мне хотелось бы сказать по поводу того, что ваш гость лукавит по поводу равенства тех перед законом. Я хотел бы обратить ваше внимание всех, в том числе и радиоуслушателей, на тот факт, что в нашем процессуальном законодательстве, будь то уголовное, гражданское, арбитражное и так далее, существует формальное право оценки доказательств по внутреннему убеждению, руководству и совестью. Мы все прекрасно понимаем, что совесть у каждого своя и свои представления о совести тоже разность. Так вот, вот эта уловка, которая якобы призвана обеспечить независимость судей, на самом деле призвана, прежде всего, узаконить произвол. Мы можем с вами сколько угодно говорить и комментировать судебные решения, те или иные, которые нам нравятся или не нравятся, всего определенных обстоятельств. Но мы никогда не избавимся с вами от этого произвола, узаконенного, причем произвола, и вот до тех пор, пока будет существовать вот эта норма. А что касается равенства, по утверждению вот этого вашего гостя, то он, мягко говоря, еще раз говорю, лукавит. Мы поняли, да, Михаил, давайте дадим возможность прокомментировать Максиму Андреевичу Шенгаркину, депутату Госдумы, те претензии, которые были высказаны к судьям. Пожалуйста, и к этой норме. Ну, в самом норме русского языка четко прослеживается персонафикация лица, принимающего судебные решения, потому что судить, это в древнем русском языке, это садить-редить, это способ раздела добычи, садить-редить суд, это место. Ни в одной развитой культуре и ни в одной юрисдикции мира не существует оторванного от судьи судебного механизма. Всегда судья воплощает судебный механизм и, безусловно, какие бы мы с вами не выставили над этим судьей контрольные функции, как было в Советской России. Помните, там, значит, над судьей и порт-организация, и ВЧК стояло, и были и внесудебные органы, которые осуществляли как бы правосудие по-советски, руководствуясь, так сказать, революционными идеями. Все равно человек, принимающий решения, он обладает свободой воли. Мы не сможем вытравить эту свободу воли никакими ухищрениями. И в этой свободе воли, именно защищенности судей, и кроется основной механизм. Мы должны апеллировать действительно к совести человека, к его незаинтересованности, заведомо неправосудному решению. Если мы искренне будем требоваться от судей именно независимости, мы эту независимость получим, естественно, везде через прямую персонификацию судебного решения в лице судьи, выносящего такое решение. Давайте мы сейчас все-таки в школе заговорили о судьях и о преступлении и наказании. Перейдем к той теме, которая сейчас также интересует многих. И, кстати, депутат Государственной Думы Роман Худяков пообещал начать борьбу с хамами после неприятного инцидента, который с ним произошел. Он был избит гражданами Дагестана, двое из них сейчас находятся под следствием. Так вот, он сказал, что давайте-ка мы ужесточим некоторые буквы Уголовного кодекса и за преступления, которые попадают под вот эту самую статью, в том числе и причинение вреда человеку, причем, что называется, такого агрессивного вреда с хамством, будем давать не пять лет, вот как сейчас в Уголовном кодексе, а десять. Вот, как вам кажется, может быть, действительно агрессивные товарищи должны 10 лет колонии получать? Я еще раз напомню, что Худяков имеет в виду что? Ужесточить уголовную ответственность за случай, когда нашим гражданам причиняется телесный вред или когда идет конкретное избиение. Кстати, он тоже депутат от ЛДПР и считает, что его сотоварищи по фракции с ним согласны. Вы согласны? Я, Роман, знаю очень хорошо, знаю об этом инциденте. Здесь нужно понимать, что Уголовный кодекс – это стройная относительно сбалансированная система. И, в том числе, когда говорится о том, что могут разные сроки применяться, речь идет о целях и задачах. В отношении Романа совершенно четко установлено, что, во-первых, эти граждане намеревались ему нанести телесные повреждения. Безусловно, всякий умысел должен караться в особо жестком режиме. Они наносили телесные повреждения, планируя это действие. То есть они не случайно приняли агрессивное решение, они остановились, заблокировали машину. Вышли не один, а двое, то есть группы лиц. Вот это все сумма отягощающих обстоятельств и является тем аргументом, который Роман предлагает обсудить. Мы должны понимать, что когда мотивированная, запрограммированная внутренним сознанием человека безнаказанность, вот мотивированная как безнаказанность, превращается в угрозу жизни и здоровью конкретному человеку, то судебное возмездие, то есть именно государство должно защищать гражданина и наказывать не только за нанесенный ущерб, но и останавливая возможные другие акты агрессии в будущем со стороны других лиц, которые не в состоянии контролировать свою психику и не хотят жить в социуме, считаясь людьми. Поэтому ужесточение умышленных преступлений, приводящих к лишению человека жизни или здоровья, должно безусловно являться тяжелейшей, самой сложной по степени наказания формой в Уголовном кодексе. — Ну что же, я не знаю, согласны ли с вами наши радиослушатели и телезрители. Все-таки 10 лет за хамство, ну правда с причинением телесного вреда, не слишком ли это много? Ведь у нас, например, за преступления, которые связаны с неумышленным причинением вреда здоровью, а то и с фактами, увы, гибели, я сейчас говорю об автоавариях, таким сроком не караются. И даже тот самый гражданин Армении Грачья Арутюнян, который сейчас находится под следствием, на два месяца он заключен как раз под следствием, и из-за того, что судья решил, если его отпустят на свободу, он может скрыться на территории Армении, то есть, проще говоря, избежать наказания, так вот на его счету 18 человеческих жертв. И самое большое, что ему грозит по нашему уголовному кодексу, это 7 лет лишения свободы. Да? 18 человеческих жизней и 7 лет. Здесь Худяков предлагает, да, безусловно, очень серьезное преступление. Мы понимаем, вышли там четверо сбитыми, нанесли повреждения, выбили зубы, подбили глаз, отбили селезенку. 10 лет. Может быть, что-то не так в королевстве датском? Смотрите, мы рассматриваем сейчас ситуацию умышленности и неумышленности. И как трактовать? Вот для того и нужен судья, для того, чтобы такое решение было беспристрастным. И когда мы говорим о Баварии с грузовиком, о трагедии, которая произошла, мы должны оценить умышленность-неумышленность тех или иных действий, а возможность, возможность, да, умысла, в том числе использования незаконной техники, незаконной перевозки и связанного с этим риском и ущерба здоровью. И мы должны увидеть другую сторону. Вот сейчас произошла трагедия, срочно ставят светофоры, пешеходные переходы. У нас недавно, мы знаем, сильно изменилась практика законодательная, когда пешеходы получили на зебре право переходить улицу. Я вам скажу, зебра, около здания, где живут депутаты Государственной Думы, на улице Улафа Пальмы, есть знак напротив школы, пешеходного перехода. Зебры даже нет. Я не могу добиться от властей Москвы нарисовать зебру. Мы сами должны понимать, что нужны светофоры с кнопкой. В каждом случае, когда человек переходит дорогу, он должен включать сигнал в стоп для машин. Человек не должен рисковать и думать, увидел, не увидел. Максим Андреевич, вы знаете, есть очень горький анекдот по этому поводу. И звучит он следующим образом. Только в России пешеход, который переходит дорогу по зебре или на зеленый сигнал светофора, благодарит водителей, которые остановились. Понимаете, вот это реалии нашей жизни. Хотите воспринимать это как анекдот, хотите как черный юмор, но тем не менее это действительно так. Но здесь-то в чем ужас ситуации, что, понимаете, это трагедия. И сразу выясняется, что фирма, на которой зарегистрирован грузовик, фирма «Рога и копыта». Владельца этой фирмы найти не могут. Грузовик с просроченными транзитными номерами. Кому вез щебенку, непонятно. У этого права, которые выдавались в Армении, он гражданин другого государства. То есть, понимаете, это клубок проблем. А я вам объясняю, а на любой другой европейской дороге такое примыкание было бы сделано с островком безопасности, где практически не имел возможности под таким углом этот грузовик с уклона, сверху он ехал, выехать на дорогу. Вы поймите, был бы вот так треугольник с высоким бордюром, да еще с ограждением. И водитель либо оказался бы в этом ограждении в весе со своим многотонным самосвалом, либо он должен был выкрутить руль и вдоль двигаться. Понимаете? А устройство дорог у нас даже не соответствует требованию. Это понятно. Но скажите мне, пожалуйста, неужели в этом месте нет человека, я не знаю, там, начальника, граду начальника данного населенного пункта, или какого-нибудь представителя обл. администрации, к которому жители могли прийти и сказать, мы же видели комментарии тех людей, чьи дома примыкают к этому опасному перекрестку. Они говорили, у нас грузовые автомобили вот таким образом, круженные, носятся каждый день. Мы пытаемся каким-то образом сами что-то сделать, но все это сбивается, отшвыривается и расшвыривается. Елена, я же вам об этом говорю. Я, как депутат Государственной Думы, зебру не могу добиться в том месте, где висит знак пешеходного перехода, в Москве. А мне в департаменте транспорта Москвы рассказывают, что теперь у каждой зебры будет установлена камера, которая будет контролировать, как водитель пропускает или не пропускает. То есть на камеру, чтобы взять штраф, у них деньги есть, а на то, чтобы нарисовать эту зебру, или поставить светофор, обеспечивающий безопасность, нажал кнопку, загорелся красный, издалека водитель может затормозить, на это у них денег нет. То есть система как устроена? Все хотят брать с человека, все хотят брать с водителя, все хотят наказывать, нагнетать, но никто не хочет построить безопасные стыковки дорог, никто не хочет построить островки безопасности, исключить вообще возможность скоростного выезда вот этих грузовиков. Правильно, провести мониторинг опасных дорог, выявить эти опасные участки и, пожалуйста. Я вам говорю, вот я живу в городе Железнодорожный, выезд на центральный перекресток, на Савихинское шоссе, со всех сторон идут двухрядные дороги, но прям в самом месте, где совершается самый основной маневр, сужается дорога на один автомобиль, понимаете? А после этого идет два пешеходных перехода, нерегулируемых, в ночное время, там даже не видно, как люди идут на электричку, а зимой и летом люди идут, летом еще видно, а зимой-то не видно, почти все сутки не видно. Люди вынуждены рисковать перебегать, никто не поставит стыковку. Между прочим, дорога, дорога не городская, это дорога, которую должна управлять либо Московская область, либо вообще Федерация. Ситуация такая, расшить эту дорогу или построить подземный переход, вот задача. Я, как депутат, не могу добиться от мелких чиновников, президент не может добиться от министров. Почему? Потому что существует система безнаказанности и малой ответственности. А если бы сейчас, в связи с неправильным обустройством перекрестка, еще конкретное должностное лицо транспортного надзора, либо это привлекли к суду вместе с этим водителем негодным, вот тогда бы у нас чиновник начинал бы думать, на хлебное место он залазит для того, чтобы получать взятки, или для того, чтобы осуществить свои полномочия в соответствии с законом. Абсолютно точно, потому что в этой ситуации, да, я понимаю, что у этого человека, речь идет о гражданине Армении, Грача и Ротюняне, назвать стрелочником нельзя, потому что все-таки именно он виновник этой трагедии. Но в ваших словах действительно есть доля истины, и если это глупое и неправильно организованное движение, то, конечно, должны отвечать люди, в чьем подчинении находится этот перекресток, и, собственно, это магистраль. У нас есть телефонный звонок Сергея. Пожалуйста, мы готовы вас выслушать. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Очень рад, что сегодня в студии от власти кто-то присутствует, не междусобочек такой, вот, в диалоге. Вот, я, во-первых, хотел бы, уже, коль так, пространно, тему, и о Худякове, и об дорогах, и о проблемах таких. Вот, про Худякова, ну, с одной стороны, даже немножко... Сергей, короче, у нас очень мало времени. Пожалуйста, ваш вопрос или комментарий мы ждем. Вопрос об адекватности тогда нашей юриспруденции. Значит, побили депутата, ужесточаем закон, до 10 лет за хулиганку. Разворовали всю военную оборону, гуляем на свободе. Не понимаю. Понятно. Вопрос философский, не все равны перед законом. Комментировать будем? Ну, здесь ситуация такая. Мы должны все-таки различать преступления против личности и имущественные преступления. Я, вот, имею четкую позицию. Преступления против личности, всякого рода, они должны первично обладать приоритетом. Человек в первую очередь должен быть защищен государством в качестве вот человека, его жизнь и здоровье. Когда кто-то ворует из бюджета, здесь должна действовать спокойное, административное, неотвратимое наказание. Но здесь ни горячку пороть не надо, а здесь нужно наказывать долгими сроками, но это сроки никак не сравнимые. Вот любой расхититель, укравший много, он должен долго сидеть. Но тот, который убил человека сознательно, он лишил жизни человека самого дорогого, именно жизни. Мы должны в правосудии взвешивать эти две меры, и коростолюбцы и мздоимцы, это, конечно, негодяи. Но мы должны понимать, что преступниками являются в первую очередь те, которые калечат и убивают наших людей. Давайте еще одну тему затронем, которая напрямую вытекает из трагедии, в которой самое непосредственное роковое участие принял гражданин Армении. И вот сегодня прозвучали цифры из уст главы Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского, который сказал, что за первое полугодие 2013 года в Россию въехали порядка 10 миллионов мигрантов, рост миграции составил 12%, за последние 4 года 37%. Было сказано и о проблемах, в частности проблема не в том, что мигранты въезжают, а в том, что они не хотят выезжать. И вот Ромодановский предложил пути решения этой проблемы. Во-первых, пересмотреть само квотирование. Что это значит? Что сначала на рабочие места, которые выставляются на такой всеобщий аукцион, претендентами являются граждане именно этого субъекта Федерации, затем граждане России, это круг второй, если желающих не нашлось, граждане России, и третий круг, это как раз приглашенные въезжающие в Россию. Именно таким образом предлагается устроить вот эту логическую цепочку, каким образом занимаются рабочие места. И второе, что предложил Ромодановский, наделять мигрантов, въезжающих в Россию, на срок более 90 суток статусом временно проживающего. При этом квалифицированных работников предлагается им выдавать разрешение на временное проживание на 2 года, для высококвалифицированных на 3 года. Как вам кажется, вот эти инициативы, и как сказал Ромодановский, вся эта схема действует и в Европе, и, соответственно, в других странах мира. Вот насколько она применима для России? Будет ли она действовать, и уйдет ли эта миграционная проблема? Мы должны сами понимать, что 99% приезжающих в Россию, работающих, гастарбайтеров, это люди низкой квалификации труда. Они только потому и оказываются на нашем трудовом рынке, что у нас рабочие места для них ничего не стоят, а содержание там людей за символическую плату с минимальными черными налогами, оно тоже не затруднительно для работодателей. В первую очередь нужно искоренить коррупцию в этой сфере. Если бы каждый гастарбайтер платил бы реальных налогов, в том числе и подоходного, по другой ставке, чем гражданин Российской Федерации, если бы реально отслеживалось перечисление средств из коммерческой компании на счета конкретно работающего иностранного гражданина, с тем, чтобы не было перекоса, когда половина суммы идет, половина возвращается, если бы все эти механизмы работали, не были бы заинтересованы работодатели нанимать некорифицированных 5 человек в то место, где можно было взять одного корифицированного рабочего, снабдить его техникой, допустим, вот как у нас 5 дворников метут, а может работать специальная машина. Если бы специальная машина, свободно бы человек, в том числе с московской пропиской, с удовольствием работал бы, получая большую пятикратную зарплату. Речь идет как раз о том, что нам нужны дорогие рабочие места и нужно изменить технологии. Мы сегодня строим дома так, как их строили, извините меня, 20 лет назад. Если бы сегодня использовались новые технологии, то не было бы просто на рабочей площадке столько мест для малоквалифицированного труда. Вы понимаете? И сегодня отстающая экономика, олигархи, которые до сих пор не хотят модернизировать заводы, а выжимают последние соки из капиталовложений, сделанных еще в Советском Союзе, конечно, эти люди и привлекают дешевый капитал, выбрасывая наших рабочих, за которые нужно вести социальную ответственность, на улицу. Тем самым разрушая социальную структуру государства и рынок труда. Так все-таки ответственность мигранта или работодателя, который предоставляет ему это место? Работодателя. Первую очередь работодателя. Но мы же видим, работодателя вот в этой трагедии найти невозможно. Фиктивная фирма, телефоны не отвечают. Кто работодатель? Неизвестно. Так вот, об этом и идет речь. Если будут у нас известны случаи штрафов, банкротств, в том числе крупных предприятий, которые незаконно использовали мигрантов для работы. Ну, проще говоря, некая большая строительная компания, на которую трудятся там на участке таком-то и таком-то незаконные мигранты, всю эту компанию закрывают и облагают непомерными штрафами и прочими заскальними. Да, и запрещают строить. Почему? Потому что суть такая. Установлено в результате проведенных мероприятий, что конкретные вот эти люди с неквалификацией, не имея разрешения на работу, построили вот эти здания. Значит, мы не можем отвечать за целостность этих зданий. Все, запрет на ввод. Две-три компании вот так остановить, и все, и у нас на строительных площадках пропадут люди с неквалификацией, которые съедают наш сами хлеб. Ну, у нас Москва-Сити, если вы помните. Несколько пожаров было за счет чего? Так, а сколько мы эту Москву-Сити строим? Понимаете, над нами весь мир смеется. Мы строим небоскребы такое время, за которое уже другие страны освоили иные инженерные технологии. Ну, давайте сейчас выслушаем Геннадия, затем продолжим. Геннадий, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Я хотел начать, значит, с вопроса о трагедии, когда армянский водитель сбил. Вот сейчас раздувают пиар этот весь, шумиха. Пройдет полгода, этот армянский водитель будет на территории Армении, его просто выкупят. Второй вопрос, значит, о мигрантах. Все-то хорошо, вот товарищ говорит депутат. Ну, я сам сталкивался. Один официально оформлен, пять человек живут подпольно. Вы об этом сообщили, например, вашему участковому. А зачем это делать? Неприятности себе нажимать, если участкового можно купить. Вот, спасибо вам, уважаемый вы наш. Вы сами ответили на свой вопрос. Нет, нет. Спасибо вам большое, спасибо. Мы все поняли, спасибо огромное. Потому что, вот, вы знаете, когда мы обсуждали эту трагедию в нашем эфире, мы в том числе спрашивали, есть ли вина лично вот каждого из нас в том, что происходит в нашей, может быть, какой-то безалаберности или нежелании. Вот мы сейчас услышали магическую формулу. А зачем мне наживать неприятности? Да, Елена, я вам скажу. Я был в Дмитриевском районе, вот, выходные. Мне бабушки жалуются. Старая школа, которая стояла еще до войны. Деревянная школа. В ней сейчас живут гастарбайтеры, которые в соседнем совхозе, ну, бывшем совхозе, работают на полях. Вот я уже подготовил депутатский запрос на снос этого здания, которое не пригоден для проживания и для проверки ФМС всех работающих на данном предприятии. Ситуация такая, не нужно бояться. Если вы боитесь за себя, сделайте запрос депутатам. Во фракции ЛДПР вас точно всегда выслушают и всегда на такой запрос получите реакцию Государственной Думы в полной компетенции. Максим Андреевич, я сейчас хотел бы нашей теле- и радиоаудитории сказать следующее, поскольку мы понимаем, это ДТП, которое унесло в жизнь 18 человек, действительно довольно резонансно, очень много аспектов, во всех разобраться сразу невозможно. Завтра в 13 часов по московскому времени на телевидении «Комсомольская правда» в рамках программы «Особый случай» мы вновь вернемся к обсуждению этой трагедии. Ну а сейчас другие темы в нашем эфире. Тема экономическая на видеосвязи с нашей студией. Специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Женя, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, президент Сбербанка Герман Греф сказал, что дефолт России не грозит. Прокомментируйте, пожалуйста, чем, собственно, подобное высказывание подкреплено. Ну это история из серии «Каков вопрос, таков ответ». Я искренне не понимаю логики тех журналистов, которые спросили Германа Оскарыча именно о дефолте, потому что России грозит все, что угодно, включая локальный конец света, но только не дефолт. Собственно, на это Греф в таком же духе и ответил, что дефолт – это невозможность государству исполнять свои долговые обязательства. Долговая нагрузка у нас порядка 10% от ВВП. Во многих европейских странах долговая нагрузка уже превышает 100% ВВП. И то о дефолте, там, какой-нибудь Португалии речи пока не идет, хотя к этому немножко подвигаются. Поэтому уж чего-чего от дефолта в России точно не будет. В любом случае, даже если из курсовых колебаний рубля к доллару резко вырастет ценность наших задолженностей, в основном это, конечно, задолженности крупных компаний, госкомпаний перед иностранными кредиторами, то у нас всегда, в любом случае, есть суверенные фонды, которые, как и в 2008 году, помогут спастись от банкротства нашим доблестным государственным и отечественным производителям. Жень, и буквально короткий комментарий по поводу того, что у нас происходит с колебаниями курса валют, с курсом евро и доллара. Это летняя лихорадка? Ну, скорее всего, нет. Несмотря на то, что курсы действительно резко, довольно сильно колеблются, все равно есть, как говорят экономисты, повышательный тренд. То есть постепенно рубль ослабляется. Сейчас для того, чтобы бюджет чувствовал себя лучше, правительству нужен все-таки слабый рубль, в большей степени, чем сильный. Но резко ослаблять его, конечно, нельзя, потому что это вызовет большой рост цен на импортные товары. Поэтому правительство, как мне кажется, несколько смягчает свою регулирующую политику относительно валют. И момент истины наступит в августе, когда вступит в силу новый порядок закупки Минфином валюты для своих нужд. Это будет делаться не у Центробанка, а на свободном рынке. Вот тогда, наверное, мы в августе можем получить, ну, довольно существенный, может быть, на рубль, рост курса рубля относительно доллара и евро. Впрочем, посмотрим. Так или иначе, нам нужно быть готовым к тому, что доллар и евро будут дорожать. Спасибо огромное. Евгений Арсюхин, специальный корреспондент отдела экономики Комсомольской правды, был с нами на видео и, соответственно, для наших радиослушателей телефонной связи. Кстати, если вы хотите сэкономить еще и на отпуске, заходите на сайт kp.ru и читайте газету Комсомольская правда. Там есть семь советов отпускникам. Так что можно не только очень удачно, в смысле эмоционально и позитивно съездить куда-нибудь в отпуск, но можно еще и хорошо сэкономить. Каким образом? Обязательно заходите и читайте. Ну а сейчас финальная новость, которая касается, разумеется, нашего победного шествия по универсиаде. И министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко подвел предварительные итоги выступления россиян на летней универсиаде в Казани, назвал размер премиальных, сказал, что они будут сопоставимы с другими подобными мероприятиями, ну и, соответственно, порадовался за количество медалей. Кстати, вот на данный момент их более 250 в копилке российской команды. 127 золотых, но мы понимаем, что копилка у нас постоянно пополняется, соревнования идут, завтра финальный день и закрытие универсиады. И сейчас на связи с нами корреспондент комсомольской правды в Казани Ольга Король. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Буквально одна минута у нас есть и чуть больше, поэтому слово вам, как готовиться к закрытию и насколько торжественным будет это мероприятие. Закрытие готовят в строжащей стане. Это просто огромный секрет для всех горожан, потому что церемония открытия очень много появилась в фотографиях в Инстаграме, в ВКонтакте. И решили, что в этом году церемония закрытия сделает более такой скрытный, скажем так. Но некоторые сюрпризы нам все-таки удалось узнать. Известно, что закрывать саму церемонию будет Зимфира со своей новой песней, какую тоже пока организатор держит секрете. И известно, что в конце Олимпиады 80 в небо будет взмывать только не плюшевый мишка, не плюшевый юник, а большое, огромное сердце. Это сердце всех, символизирующее сердце всех горожан, всех казанцев, которые в эти дни болели за нашу сборную, вот участвовали в универсиаде, всячески. Но, Ольга, говорили, что все-таки жара в Казани была такая, что зрители и спортсмены, в общем, даже как-то сетовали на погодные условия, что действительно так трудно было? Если честно, некоторым даже легкоатлетам не повезло. Не только жара, но и ливни на нас обрушились. И некоторые легкоатлеты завоевывали золотые медали практически под дождем. Некоторые матчи приходилось переносить на другое время. Например, теннисные матчи, они проходят на открытом корте именно из-за дождя. Ну да, но будем надеяться, что этот дождь не сорвет завтрашнее мероприятие. Завтра финальный день универсиады. И, соответственно, закрытие универсиады 2013. Я благодарю нашего эксперта Максим Шенгаркин. И я, Елена Фойна, были с вами. Спасибо.